Дюк Нюкем Масс Дистракшн Польская студия CD Projekt Red пообещала, что недавний перенос выхода The Witcher 3 на февраль 2015 года станет первым и последним. Марчин Ивински заявил, что эта дата названа не просто так. При принятии решения команда внимательно рассчитала, сколько времени ей еще нужно для того, чтобы закончить работу. Поэтому никаких дополнительных переносов. По его словам, раз назван февраль, значит в феврале релиз и состоится. 15 мая Electronic Arts выпустила первое дополнение для сетевого шутера Titanfall. Аддон называется Expedition, включает три новые карты для мультиплеера. Пока он доступен только на PC и Xbox One. На Xbox 360 релиз состоится чуть позже. Футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2015 предположительно поступит в продажу 26 сентября. Эту дату обнародовала торговая сеть GameStop. Среди платформ пока заявлены только Xbox 360, Xbox One и PlayStation 4. В августе на мобильнике вернется непроходимый платформер Flappy Bird. Его автор заявил, что к этому времени добавят многопользовательский режим. Но как мультиплеер будет выглядеть, пока непонятно. Perfect World и Cryptic Studios объявили о начале новой эпохи в игре Neverwinter Online. Вышло третье бесплатное дополнение под названием «Проклятие долины ледяного ветра». Сюжет повествует о войне за черный лед. Невероятно могущественный, но в то же время крайне опасный материал. Bohemia Interactive призналась, что серверы DayZ были взломаны хакерами, которые, судя по всему, смогли получить доступ к исходному коду игры. Разработчики уверяют, что личные данные пользователей остались нетронутыми. Дирекция выставки Игромир объявила о том, что в Россию впервые приедет Комик-кон, международная выставка, в рамках которой пройдут главные премьеры из мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы и, конечно же, популярных комиксов, аниме и манго. Комик-кон Russia 2014 пройдет со 2 по 5 октября в выставочном комплексе Крокус-экспо одновременно с Игромиром. Шведская студия Coffee Stain, прославившаяся симулятором Казла, объявила, что с 28 мая в Стиме можно будет купить ее новое творение, на этот раз не отличающиеся безумной концепцией. Речь идет о приключенческом платформере с видом от первого лица — A Story About My Uncle, где мы будем играть за мальчика, который отправляется на поиски своего потерявшегося дяди. Вскоре ребенок попадает в какой-то фэнтезийный мир и пытается найти из него выход. Механика заимствует некоторые элементы из Mirror's Edge. Чтобы добираться до нужных точек, нам предстоит исполнять всевозможные трюки. Ubisoft официально объявила, что релиз сетевого шутера The Division переносится на 2015 год. Разработчики в объяснительном обращении к поклонникам заявили, что они не хотят жертвовать качеством проекта, поэтому они выпустят игру только тогда, когда она будет полностью завершена. Ubisoft поблагодарили поклонников за поддержку, заявив, что они создают игру, думая прежде всего о пользователях. Сэндбокс-боевик Grand Theft Auto V, похоже, скоро обновит список рекордов самым важным достижением в индустрии. Сейчас, как минимум, это самая дорогая игра в истории. На разработку и продвижение было потрачено 270 миллионов долларов. Рекорд не только для игровой индустрии. Даже для кино это безумно высокий показатель. Дороже стоили съемки только «Пиратов Карибского моря 3». Бюджет аватара, к примеру, составил всего 237 миллионов. GTA V также стала самой быстро продаваемой игрой в истории, побив даже рекорды серии Call of Duty. За первую неделю игра разошлась тиражом в 16 миллионов копий. И вот, похоже, скоро эти достижения померкнут по сравнению с тем фактом, что Grand Theft Auto V станет самой продаваемой консольной игрой в истории. Она уже распродана в количестве 33 миллионов копий. Первое место занимает Mario Kart V. Ее тираж составляет 34 миллиона экземпляров, без учета дисков, которые шли в комплекте с консолью. Еще какие-то пары месяцев, и GTA V уверенно выйдет в лидеры. Причем у нее есть и великолепные перспективы для роста, ведь вышла игра только на PlayStation 3 и Xbox 360. Консоли нового поколения она обязательно в обозримом будущем захватит. А значит, тираж однозначно достигнет небывалых для игровой индустрии высот. На новые консоли, а также компьютеры, GTA V, судя по всему, должна заглянуть до марта следующего года. Вряд ли многие поспорят с тем, что космический симулятор Star Citizen потенциально может стать лучшей игрой года. Игра сама по себе феноменальна. На ее разработку уже собраны рекордные 43 миллиона долларов фанатских пожертвований. Сумма, которую даже крупнейшие издатели редко выделяют на создание своих проектов класса 3А. В 2010-м Star Citizen с таким бюджетом вошла бы в десятку самых дорогих игр в истории. И теперь уверенность в высочайшем качестве проекта подкрепляется новостью о присоединении к команде разработчиков самого Алекса Мейбери. Он больше 10 лет проработал в Blizzard. Надо ли напоминать, что эта компания лучше всех остальных знает, что такое качество? Именно Мейбери отвечал за разработку дополнений к World of Warcraft и был ведущим продюсером Diablo 3. Да я и подумать не мог, что после стольких лет работы в Blizzard что-то может заставить меня покинуть ее. Но когда Крис показал мне Star Citizen и рассказал, чего он хочет добиться, я понял, что хочу в этом участвовать. Star Citizen — это огромная, крайне амбициозная игра, в которой используются по-настоящему инновационные подходы в разработке. Я надеюсь, что нам вместе с Крисом Робертсом и командой Cloud Imperium удастся установить новые стандарты для игр класса 3А. Бюджет Star Citizen продолжает активно расти, и мы не удивимся, если он доберется до полусотни миллионов долларов. Пока в качестве даты выхода значится весна 2015 года, но не исключаем, что релиз в итоге может быть отброшен на 2016. Компании 3D Realms и Interceptor Entertainment между судебными разбирательствами с Gearbox не забывают делать игры. Мы уже неоднократно упоминали проект, именуемый Duke Nukem Mass Destruction, который и послужил поводом для конфликта между разработчиками. Недавно 3D Realms заявили, что приняли решение выпустить эту игру без Duke Nukem, и вот анонс последовал. Проект называется Bomb Shell, он посвящен потерявшей руку женщине-саперу по имени Шелли Харрисон. Но есть у нас опасение, что бомба тут только в названии. Судя по полученным материалам, на деле это будет стандартная пострелушка с видом сверху. По сюжету, Шелли когда-то дослужилась до звания полковника в силах защиты Земли, где стала экспертом-сапером. Но однажды из-за взрыва потеряла руку и свою команду, после чего Харрисон отправили на пенсию. Но долго отдыхать ей не пришлось. Ей создали механизированную руку, и та решила податься в наемники. В Bomb Shell вооруженная до зубов грозная дамочка отправится в путешествие по четырем планетам и попытается спасти президента от лап кровожадных пришельцев. Над сюжетом, в общем, команда явно долго не раздумывала, да и в таких играх он особо и не нужен. Тут в первую очередь ценится много крутого оружия и динамичность происходящего, что, как обещают разработчики, обязательно будет. И подчеркивают, что также делают ставку на кросс-жанровую механику и интерактивное окружение, что, по их мнению, буквально взорвет мозг игроков. Получится ли? Узнаем в начале 2015 года. Наконец, главная новость, которую вы все так долго ждали. Far Cry 4 официально анонсировано. Никаких материалов еще нет. Ни скриншотов, ни трейлеров. Их авторы должны показать через месяц на выставке Е3. А пока наслаждайтесь вот этим артом и внимайте обнародованным Ubisoft подробностям. Сюжет игры будет разворачиваться, как и ожидалось, в Гималаях. Если точнее, в отдаленном регионе Кират, расположенном в горном массиве Канчанджанга, то есть на границе Непала и Индии. Представители Ubisoft отмечают в пресс-релизе, что Far Cry 4 порадует открытым миром, богатым выбором оружия и амуниции, а также наличием транспорта и ездовых животных. Какая живность окажется в числе последних, информации пока нет. Но, предположительно, покататься можно будет как минимум на слонах и лошадях. А вообще, фауна Гималаев может похвастаться наличием, например, уссурийских медведей, диких коз и баранов, яков и антилоп. Там водятся мускусные кабарги, снежные барсы, волки и лисы. Так что точно найдется, на кого поохотиться, и почувствовать себя в безопасности будет некогда. Основная работа над Far Cry 4 проводится в цехах канадской Ubisoft Montreal, но помогают ей еще и офисы из Северной Каролины, Торонто, Шанхая и Киева. Как отмечает исполнительный продюсер проекта, Дэн Хэй, после оглушительного успеха Far Cry 3, команда хотела сделать шаг на новый уровень, создав такую игру, которая поразит фанатов. И, как он считает, уникальный сеттинг четвертой части сделает ее одним из лучших шутеров года. Ну и да, нежданно-негаданно, релиз состоится уже грядущей осенью, 20 ноября. То есть спустя два года после выхода Far Cry 3. Надеемся, этого времени разработчикам хватит, чтобы довести проект до ума. Продажи новинки начнутся одновременно на компьютерах и консолях старого и нового поколений. Уже сейчас в магазинах действует предзаказ. Причем, если его оформить, вы автоматически получите ограниченное издание, включающее три дополнительные миссии с Харком из Far Cry 3, а также эксклюзивное оружие — гарпун. А это были все игровые новости на сегодня. До новых встреч на GSTV! Субтитры сделал DimaTorzok